Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Мы только-только вернулись из нашей поездки в штат Миннесота, только въехали в Умах, вот сняли очень много интересного материала. Побывали в городе Миннеаполис, Сент-Пол, окрестностях. Отдельное огромное спасибо всем, кто нам помог с информацией. Еще будет полноразмерное видео, может быть, скорее всего, даже разбито на два фильма, потому что материала очень много. Ну а пока, в качестве затравки, я решил быстренько смонтировать небольшой сюжет, ну, наверное, по самому-самому такому интересному месту, одному из самых интересных мест, которыми прямо сразу в голову запало. Вот. Ну а весь материал сяду смонтирую, наверное, в ближайшие сутки. Хорошего всем дня и выходных. Вот такое заведение Миккейс называется. Сейчас будем тут пробовать настоящий американский фуд, в частности. Антураж места мне уже нравится, только заодно это место нужно выдавать. Вон товарищ стоит здесь какой-то, вот. Ну нормально, погнали. Что у них тут есть-то? А сейчас он меню даст. Прямо как в фильмах. Я вот только-только смотрел какой-то сериал. А, мы Твин Пикс начали с женой пересматривать. Прямо вообще. Ничего. Начал смотреть сериал Твин Пикс. Вот. Я, кажется, оказался просто на съемочной площадке, потому что здесь просто все вот то самое натуральное, что обычно пока в американских сериалах просто для того товарища. Тот самый кофе-американа, который хлещут галлонами прямо. Вот. То, что надо. И заказали за стоящий американский хавчик. Натуральный не бывает. То есть, я не знаю. Мне чисто вот из антуража это место уже просто нравится. Я не знаю, как здесь готовят, но чисто из антуража это место нужно ставить просто в топы и осмотр города. Я думаю, начинать нужно непосредственно вот с этого заведения. Реально. Мутылированный вазар в стекле. То есть, ну, все. Просто то, что надо. Сейчас, сейчас будет готова моя еда. А вон, чувачки подвалили. Тоже сейчас будут питаться. Сейчас что-нибудь тоже возьму себе. Какие-то наши дороги вright? Все, как в сихи. Так-то, каковы? Все-таки жили? Возвращая к чему и я. Все-таки жили. Да-таки жили. Вы хотите браузы? Возвращая к чему? А это омлет готовится. Сначала его взбили в этом милкшейтере, а потом вот таким вот образом его делают. Операц вижу такую технологию, нужно взять на вооружение. То есть он с молоком, я так понимаю, его делает, да? Опа, вот он вылил его туда из милкшейтера. И получается такой омлет, и он сейчас... Опа! Ну это чисто американская тема, мне нравится. А, и с маслом, наверное, масло. Вот с маслом он лежит. И он вот опа, 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 и все. Чик-чик-чик-чик-чик. Оп, перевернул даже. Красава. Просто красава. Место. Мы вот готовы два омлета. И еще чуваки, по-моему, чили заказали. Вот два чили стоят. То есть такой набор. А это мой полуфунтовый галистофистбургер. Сейчас я его буду вкусать. Картофан готовится. Хворчит. Хворчит картофан. Так, а там идет священодействование уже с беконом. Там уже на омлет, что вы, ребята, заказали, уже положили сверху сыр. Я не знаю, тут прямо... Это надо снимать. Это... Это симфония. Симфония. Да. Опа! Ну такое блюдо прям вообще шикарное. Прямо. Да, это... Delicious really. Это American real food. Да. Учитывая, что я на диете, пришлось заграниться только вот этим полуфунтовым куском для чизбургера. Запчасть от чизбургера. Еще и фикуса взял. Настоящий кофе-американа. А у меня слена сейчас исходит. И сейчас я буду это делать. Ну... Да. Оно... Ништяк. Очень ништяк. Тоже нормально. Вот. Чизбургер вошел замечательно. Сейчас его залакируем в чашку кофе. И выкурим замечательную сигарету Пэлмэл красненькую. И буду себя чувствовать просто превосходно. Только кофе и сигареты продлевают жизнь. Сигареты Пэлмэл улучшают настроение. Ха-ха. Один интересный факт по поводу забегаловки. Оказывается, местный гавермен собирался это замечательное кафе Микки снести. На основании того, что типа портит внешний вид города. Но народ, который разбирается во всем прекрасном и рубит фишку, в самом защите заведения сказали, что наоборот, это заведение как раз визитная карточка города. И снос этого заведения будет приравнен к уничтожению и бомбардировке Дрездена. И если местный гавермен это сделает, то на следующий срок они даже могут просто уехать на ксеногороды и огурцы сажать. Могут забыть вообще про дальнейшие попытки быть гаверментами. Ну и все. Заведение стоит. Гавермент, я думаю, поменялся и не раз, и не два. А заведение до сих пор процветает. Вот вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok